В Арданбассе открылась удивительная экспозиция, приуроченная к юбилею Великого Кобзаря «Шевченко и время». Она состоит всего из одной картины, но зато какой. Полотно журналисты Донецка назвали маленьким дачным участком. Картину создавали художники общества Ивановичи. Мы решили в 200-летию Шевченко подготовить такую работу, скажем так, рекордно короткие сроки, буквально за 40-50 дней. Картина, конечно, поражает своими масштабами и яркостью. На полотне все символы Украины – крестьяне, гайдамаки, валы, церкви и, конечно, калина. Все переплетается в одну сюжетную линию. Хотя по духу и эмоциональному настроению, по словам художников, картина мало чем отличается от дня сегодняшнего. Донести то, что за 200 лет проблемы украинцев не изменились, и те проблемы, которые отражались тогда, они остались и сейчас. И то, что история должна учить нас чему-то, учить все-таки не, скажем так, единению, наверное, так. Что исторические примеры показывают, что украинский народ сильный только когда не вместе. Все полотно наполнено образами, в каждом из которых своя харизма. Цветовая гамма тоже национальная. Желтый и голубой цвета встречаются чаще остальных. Мы остановились на том, что почему нельзя, допустим, не показать Шевченко в народной массе. Вот это народная масса, вот видите, там серенькие стоят. Показать ангельский народ белоснежный такой вот вокруг, понимаете. Показать наивный украинский пейзаж. Его же не сравнишь ни со смоленским, ни с воронежским, ни с чем. Ну, объедь всю Россию, похожего, без вербы и калины нет Украины. Народ-труженик, он косит, котинку кормит. Потом постоянное давление со стороны. Опять же, мальвы, подсолнухи, пшеница, это ничто, даже такая мелочь. Вот смотрите, гайдамаки скачут по траве, так. Гайдамаки – это крестьянские дети, они пшеницу топтать не будут, они ее объедут по тропинке, но лететь по пшенице не будут. Такие мелочи, казалось бы, да? Но это умная картина, почему? Потому что мы обсуждаем буквально каждую деталь. Мелость, не как нарисовать, а именно сама вот этот вот подход, да. Владимир Галащапов рассказывает, что при написании картины использовали технику «Академический авангард». Наш главный художник, Гащапов Владимир Иванович, он мыслит вообще масштабно. Он не любит маленькие размеры вообще. То есть для того, чтобы показать всю масштабность, всю монументальность, весь драматизм ситуации и всю деталировку, как ему хотелось бы, это только общий, только большой размер. После Донецка уникальная картина отправится во всеукраинский тур.